Друзья, у нас тут прибывают специалисты по инвестированию в стартапы. Вот у нас Даниил. Ну, представьтесь, потому что вас там, может, кто-то не знает. Конечно. Даниил Столяров. Я работаю в венчурном фонде «Алмаз Капитал». Инвестируем в технологические компании, которые в разной степени, но используют разработку, используют технологии, которые рождаются где-то на пределах Восточной Европы. Почти все наши компании базируются в США, но при этом их R&D, то, что называется, разработчики-идеологеры, обычно находятся где-то между Прагой и Владивостоком. Ну, нет, я смотрю, тут один вот так ориентируется на Восточный Европы, другой ориентируется. У вас нет там борьбы за какие-то там стартапы? Вы не конкурируете там друг с другом еще? Ну, если подумать о том, что венчурный фонд – это игрок тоже определенного рынка, рынка капитала, на котором есть и спрос и предложение, да, в нем и должна быть конкуренция. Правильно это? Ну, они так специализируются очень, я смотрю, одним вот там микробиологию подавая другим искусственный интеллект. То есть, я думаю, что они, может быть, у них меньше конкурентов, чем можно показаться. То есть, как бы… Здесь есть определенная специализация. Мы это рассматриваем скорее не как специализацию, а как тематическое инвестирование. Для нас мы выработали для себя 5-7 тем, которые, кстати, меняются, они не зафиксированы. 5-7 тем, которые мы считаем интересны как истории для инвестирования. Мы пытаемся найти компании, которые темам соответствуют. Но вы же должны тоже развиться как бы в экспертизу, правильно? Да, вы же не можете весь рынок охватить? Не могу. Вам нужно что-то хорошо знать? Конечно. А какие ваши 5-7? Несмотря на то, что мы IT-инвестор, а это уже определенное сужение рынка, да, мы не будем инвестировать в биотехнологические вещи, мы не будем инвестировать в вещи, связанные, так сказать, не с информационными технологиями, но даже в IT, да, у нас есть вещи, которые мы понимаем больше или лучше, чем какие-то другие. Поэтому мы стараемся фокусироваться именно на них. Для нас всегда традиционно была интересна тема решений для предприятий, для enterprise, то, что называется enterprise. Это функция и нашего бэкграунда, нашего опыта команды. Многие наши партнеры прошли через, так сказать, школу, выросли там в компаниях типа Sun Microsystems. Поэтому для нас эти вещи более понятны. Для нас, например, менее понятны истории, связанные там с потребительскими вещами. То есть консюмер-интернет у нас практически отсутствует в нашем портфеле. Но достаточно много компаний, которые имеют софтверные продукты для enterprise. Потому что если вы решаете какую-то большую проблему предприятий, то обычно для этого есть бюджет. То есть ваш потенциальный объект внимания – это уже нечто более-менее состоявшееся. Это не могут быть там два парня в гараже. То есть это… Это другой вопрос, но это вопрос не сектора и не темы. Это вопрос стадии. Для Almas действительно фокусируется на определенную стадию. Мы то, что называется инвестор ранней стадии, но именно как венчурный инвестор. То есть мы инвестируем то, что называется Series A и так далее. Мы не инвестируем в пассивные инвестиции, мы не инвестируем действительно в пара создателей и идеи. Для нас важно, чтобы была не только идея, а был некий зачаток команды, которая может это двигать дальше. И был продукт, который реально кто-то покупает. Не обязательно это должно быть большой рынок. по крайней мере, у вас должно быть несколько клиентов, с которыми можно пообщаться, подтвердить, что вы действительно решаете какую-то проблему. А дальше уже можно думать, как это превратить в большую бизнес. Интересно. А вот есть какие-то данные, может быть, по индустрии в целом? Венчурный капитал или скажем, венчурный капитал на серии A и B. Есть какая-то статистика, например, успешность? Скажем, 10%, 30%. Я понимаю, что от момента времени зависит рынка, экономика и так далее. Примерно. О чем идет речь? Допустим, инвестор инвестировал в 50 предприятий. Когда он будет считать себя успешным? Сколько должно у него выйти куда-то дальше, чтобы он сказал, я успешно это сделал? Да. Наверняка есть статистика, которая включает в себя не только наш опыт, а не только наш портфель. Она наверняка усредненная. Я примерно с ней знаком. Действительно, это зависит от стадии. Чем раньше компания, тем больше процентов не успеха. Чем позднее стадия, тем меньше риск. Собственно, это и отражается в оценках. Самые низкие оценки на раннем стадии и самые высокие. О нашем портфеле я примерно могу сказать следующее. Мы сейчас инвестируем в фонд номер два. Фонд номер один, который был создан в 2008 году полностью инвестирован. В фонд номер два мы, наверное, где-то перевалили уже середину пути. У нас по двум фондам около 30 компаний в портфеле. И по ним я могу сказать следующее. У нас было четыре выхода и, если я не ошибаюсь, четыре компании, которые были списаны, которые себя не реализовали. То есть четыре IPO у вас прошло? Не обязательно IPO. IPO у нас было одно. Это была компания Яндекс. Все остальные, они были то, что называется trade sell. Купили более крупные игроки. Ну, то есть вы Яндекс выводили на New York Stock Exchange, да? Или куда? На NASDAQ? Да, Яндекс. Это было публичное предложение. Окей, но уже в США. В США. Но это была состоявшаяся компания. Понятно. То есть остальные где-то в процессе еще или что? Да, ну то есть если четыре у нас было выхода, четыре компании каким-то образом монетизировали наши инвестиции, четыре были списаны. Это значит, что у нас порядка двадцати компаний, чуть больше, по-прежнему в портфеле, в разных стадиях роста, развития. Я работал в компании Broadvision. Она была акционерами лениндарной очень. Она была вторая вышедшая в паблик интернет-компанию. Первый был Netscape, а в апреле 96-го, а в июле 96-го вышел вот этот Broadvision. Ну и там много всякого с этим было связано. И в частности вот там объясняли инвесторы, которые там инвестируют, они говорили, что вот если в начале 90-х, например, две компании из десяти, которые выходили в IPO, это был очень успешный такой момент, то где-нибудь в 98-м, 99-м, когда было сумасшествие, то доходило до восьми. То есть вот все проходило. То есть они купались в деньгах, вообще в дурных не управляют. Сейчас такого нет в дурдовом, да? Сейчас такого нет. Я думаю, что все равно рынок развивается по некой такой синусоиде, всегда есть перекосы, но в этом прелесть рынка, что он имеет тенденцию себя корректировать, да. Поэтому ничего страшного в том, что периодически случаются заносы кривой. Но если уж усреднять, да, смотреть на статистику по отрасли за последние 10 лет, в выходах из инвестиций, в реализации инвестиций, конечно, преобладают не IPO, там преобладают то, что называется, приобретение других компаний. Да, тоже неплохо. Да, они обычно составляют там 80% у всех рублей, может быть больше. А вот я читал пару дней назад на Лундерге, по-моему, там писали, что в первом квартале этого года, 2016-го, какое-то серьезное замедление инвестиций, чуть ли не 20% в стартапы, вот что-то такое, по сравнению, там, не знаю, с четвертым кварталом 2015-го года. Да. Вот вы как-то замечаете такое или это в публикациях там где-то? Я скажу, что, скорее всего, здесь имеется в виду. Нельзя ориентироваться на… То есть очень сложно делать выводы из таких вот заголовков, потому что это сродни средней температуре по палате. Окей. Действительно, есть некоторые коррекции. Коррекции, они имеют, я бы сказал, локальный характер. О чем сейчас идет речь, это коррекция в оценках компании. И она связана в основном с компаниями более поздней стадии. То есть, если вы, наверное, заметили, в последние несколько лет был достаточно большой ажиотаж инвестиций на поздней стадии. Компании поднимали большие деньги. Да. Компании предпочитали поднимать большие деньги на поздних стадиях на частных рынках, а не на публичных рынках. Многие компании, которые, в принципе, по всем канонам уже готовы были сделать IPO, они их не делали. Они поднимали деньги, потому что они были в наличии, они были дешевле у частных инвесторов. Да, примеров там у Масса, Uber, так сказать, практически архетипичный пример того, что они подняли 4, сколько там, 4,5-7 или 6 миллиардов у частных инвесторов, хотя могли сделать это, могли давно уже перейти в разряд публичных компаний. Может, было трудно отказать людям, знаете, знакомые люди? Я думаю, что здесь абсолютно рациональное решение. Деньги есть, они дешевле. Они дешевле в том смысле, что они не требуют той же самой прозрачности, они не требуют той же самой дисциплины в предоставлении информации, в ориентировании на ожидания инвесторов. Потому что, как мы заметили, многие компании, которые попытались перейти из разряды частных в разряды публичных, столкнулись с тем, что уровень требований там гораздо выше. Да, конечно. Но там есть другой момент. Когда ты на маркете, все-таки там нервозность какая-то есть и могут тебе обвалить акции в половину за два дня, потому что там кто-то спекульнул, кто-то чего-то. Когда у тебя частный инвестор, ты ему когда даешь, например, ты ему продаешь, ты его продаешь на условиях каких-то. Он говорит, что он будет держать, там два года не трогать, там еще что-то. Да. Я наблюдал. Да, изменяется горизонт. Изменяется горизонт. Публичные инвесторы имеют тенденцию рассчитывать свой горизонт в гораздо более коротких выражениях. Когда меньше на инвестора инвестируют, он рассчитывает, что он будет работать с компанией в течение семи-десяти лет. Семи-десяти лет. Естественно, те, кто покупает акции, они таким горизонтом не оперируют. Давайте я переключу фокус. И для молодежной части нашей аудитории, вот вас спрошу. Ребята, которые скоро поступят в институт, или которые уже в институт, может быть, на младших курсах, и которые все время задаются вопросом, как в себя инвестировать. То есть они все понимают, что надо учиться, они понимают, что нужно как-то себя проявлять. Какой самый лучший инвестор, когда ты в себя инвестируешь? Что это будет? С позиции человека, который видит стартаперов, который видит успешные компании, вот что их делает не вообще успешными, а абсолютно уникальными людьми на самом деле? И таких же очень мало. Вот что у них общего у всех? Во что вложиться? Мне кажется, здесь два разных вопроса. Что я считаю нужно в себе развивать? Нужно в себе развивать любопытство. Живой интерес к технологиям, живой интерес к бизнесу, он всегда в какой-то момент превращается в рождение идей. В действие. Да. Если интереса не проявлять, идея не появится. Поэтому развивать в себе любопытство, развивать в себе интерес, читать, смотреть, следить за новостями это уже большой шаг в направлении. С людьми тусоваться. Общаться, конечно. Расширять свой горизонт, это, наверное, большое дело. Второе, это языки. Учить языки. Языки не программируют? Иностранные языки. Потому что это, наверное, самый естественный способ расширить свой горизонт во много раз. Потому что, когда вы учите иностранный язык, вы, так сказать, начинаете воспринимать не только свою культуру, но и культуру другого народа. Но вот понятно, что английский мы на первое место, наверное, поставим. Наверное. А дальше что будет? Ну, английский, это уже хорошо. Учить английский, овладеть им в полной мере в современных реалиях деловых, да, это, я бы сказал, даже не желаемо, это необходимо. Но не то, что вот маловато будет, а надо бы еще что-нибудь там, немецкие, французские, я не знаю, какие остались там. Ну, здесь, наверное, тоже не нужно совсем уже, так сказать, перебарщивать в этом смысле, потому что вы, если представить себя человека как бизнес, который тратит определенный ресурс, да, это ресурс времени. То есть, достаточно английского, очень-очень хорошо, но один. Я бы очень советовал с английским, по крайней мере, справиться. Ну что, ну ладно, спасибо большое. Я немножко в вашем так времени занял, но я, как бы, думаю, ребята с интересом нас посмотрят. У вас есть какой-то интерес в обратной связи, в том смысле, что, может быть, кто-то хочет какую-то заявку на что-нибудь заполнить, или там как-то вот, как проявить интерес к вам, вот, что для этого нужно сделать? Ну, если речь идет об интересе компании, да, которая работала в Маскапитал, у нас действительно существует достаточно много каналов до нас достучаться, мы, нас больше 10 человек работает и здесь, и в России, мы присутствуем на всех мероприятиях, которые, на которых нужно присутствовать. Мы не скрываемся, да, нам всегда легко подойти, пообщаться, задать вопрос, познакомиться. Мы всегда с интересом слушаем истории. Наши контакты на сайте, к нам можно всегда достучаться, если вы ищете финансирование, у вас есть бизнес, который можно разогнать с помощью капитала. А что касается меня напрямую, ну, я тоже человек достаточно доступный и вживую, и через социальные медиа. Я сейчас вашу дырочку крупненько покажу, вот у нас Даниил. Ну что же, спасибо! Пожалуйста!